потушила я ребята картошечку смотрите как она вкусненькая получилась тушеная картошечка своя домашняя свежая и свежей картошки которую вырастили вы сами очень вкусно сижу кушаю и собираюсь на работу всем привет дорогие друзья у нас новый день новый бог я откуда знаю все иди игра делать что-то я хотела читать комментарии но я уже по идее почитала и но хотела на некоторые ответить сейчас связь появится что связь у нас у нас дети то так написал наталья софина у нас дети так чай будете пить в ответ хорошие так в ответ хором мамы не мы нет мы кино смотрим окей наконец-то отдохнул с чашкой чая это она так сук как бы только я уселась понеслась мама мне надо это это понимаю что мама иногда нужно побыть одной да многие вот написали то что когда предлагаешь они отказываются когда сам садишься пить или кушать они начинают мама дай то мама дай то мама дай пятое десятое у меня такая же ерунда из-за каких брюк сыр бор брюки которые кати помните купала но мы разобрались они сказали что нужны классические обычные брюки и без страз без всяких вот этих вот а у кати там получается на кармашке немножко стрессики поэтому не подходит будут деньги куплю брюки дальше мне мне это знакомо косметика у девочек в рукоделии мои тоже лезут но я разрешаю пусть приучается ведь глобальных уронов мне это не приносит это написала мне наталья софина что катя там это чай в баночке каркаде да ну мои тоже мажутся они мне всю мою косметику даже я отдельно делала косметичку себе тушь дачу они это все взяли и теперь я вообще без косметики осталась моей семье то же самое только стоит у единицы с чашкой чая вкусняшкой сразу начинается движение вокруг меня это верочка написала да это многие написали плечу сканцелярия так всегда не успеешь начать уже кончилось дети любит не только в школе но и дома рисовать поэтому тратится очень много тетрадь альбомов краску и всего остального у моих тоже также это наталья софина написала да ребята у нас такая же проблема они дома рисуют и везде поэтому заканчивается очень просто быстро до свет и горит она художники на рис вера написала мои школьники гуаши не пользуются только акварели не у нас школе заставляет покупать но не заставляет просят на уроки брать гуаш потому что у них там есть некоторые уроки как сказать гуашью чисто рисуют в том году у меня проблема была с гуашью по деньгам у нас особо не было и мне учитель часто звонила что нету гуаши нету гуаши я им объяснял что у меня нет денег купить пока да она недорогая 120 рублей но когда мы сидим дома без денег на эти каждая копейка на счету и на гуаши тратить тоже не хочется настя у меня в косметичке вообще минимализм тушь одна помада тональная основа и пудра ненавижу краситься это вера написала зато парфюмерия целой коллекции меняя аромату по сезонную настроению до какой-то степени парфюминяк маньяк короче по парфюмерии у меня тоже как бы было в основном минимализм но сейчас вообще ничего не осталось а парфюмерии у меня вот только то что ты мне верочка духи подарила и вот есть еще про бланка раньше любила а сейчас уже не очень дочь постоянно горит это диздрант мои пацаны маленькие ненавидели колготки с начесом не знаю почему деньги были выброшены на ветер не я покупаю на зиму теплые колготки поэтому нормально да вот это сюрприз природа то что снег вышел даже у нас снег выпадает в деревняху еще больше снега поэтому это еще нормально так дальше это все есть тут был один интересный комментарий я хотела прочитать а вот еще есть когда я тоже хлеб практически нем а вещички мы пока не перебирали пора уже на руки не доходят до зимние вещи лучше заранее перебрать приготовить ну да многодетных семьях в основном времени не бывает поэтому я была выходная я сделал так дальше ищем комментарии комментарии не могу найти лучший хороший тот комментарий который мне понравился сейчас попробую найду и потом вам прочитаю ребята помните я вам обещала показать так у меня нету света дай ему пить обещала показать сколько я уже вышила в яички вот в этом сейчас вам подробнее покажу чтобы иголка не падала я вот сейчас как раз вышиваю и покажу что мне осталось еще в нём вышить вот ребята это яичко пасхальное не пасхальное какой-то даже такой я даже не знаю как его назвать что мне осталось вышить вот видите вот здесь вот это вот места вот эти вот светленькие это вот осталось чуть выше потом вот здесь вот немножечко вышить осталось вот здесь вот и вот это вот вверх вот этот вот вверх осталось вышить и И все, яичко мое будет готово. Это у меня уже получится второе яичко. Видите, я его уже перепялила, потому что осталось вот здесь, вот чуть-чуть, да, здесь повышевать. И все, и будет готово. Сейчас вот вышиваю вот таким вот цветом ниточки. Это вот номер 437. У меня ногти, кстати, стирались. На работе постоянно ногти быстро стираются, потому что мелочь достаешь, и ногти махом. Два дня я походила. Но это лак не очень мне нравится. Эйвоновский написан гель-лак, но он махом стирается. А на второй руке более-менее. Ну ничего, потом переделаем. Вот такие вот мои продвижения вышивки. Многие спрашивают все еще про работу. Завтра, по идее, по договору, у меня последний день я работаю. А потом неизвестно, буду я дальше работать или нет. Сейчас Света будет прибираться. И получается так, что вот завтра я утром в 6 утра уеду на работу, съезжу в деревню, потом приеду, мне надо будет подойти, наверное, к начальству. Я еще не знаю, но узнать, что дальше. Или последний день я работаю, или мне договор продлят. Там видно будет. Поэтому пока вам ничего не могу сказать. Более подробно завтра, послезавтра вы узнаете. И я вчера с работы приехала, уже снимать не стала. Сделала кое-какие покупки. И сегодня сделала кое-какие покупки. Но сегодня мы что брали только? Хлеб, две булки, потому что по деньгам у нас пока проблематично. И сахар 3 килограмма. А вчера я взяла 8 пачек сливочного масла. Я вам сейчас попозже покажу, какое масло я беру. А, молоко еще, да, вчера я 2 литра брала. Ну, такие вот дела. Сейчас я пойду затоплю баню. К нам родственники должны в баню приехать. Хорошо, Катя, молодец. Приехать в баню должны. Я сейчас затоплю баню и схожу. Схожу, схожу на огород. Посмотрю, что там дальше у меня, наверное. Вот так вот. И мне надо еще кушать, готовить. Меня, кстати, ребята просили как-нибудь заснять какие-нибудь рецепты экономного меню. Ну, вот сейчас мне экономное меню... Честно, не, можно заснять. Я даже как-нибудь сделаю такое. Но вот сейчас пока проблематично, потому что то, что бы я хотела приготовить, того нет у нас. Поэтому пока вот сделаю с того, что есть. Но постараюсь поснимать какие-нибудь блюда экономные, в чем можно сэкономить и как сэкономить. Ладно, пошла топить баню. Ребята, я вам обещала показать, какое масло я купила. Крестьянское бюро. Оно 72,5%. Вот, нам нравится. И выпечку можно, и везде, где угодно. Что-то у меня тут накидали. Все, уже надо опять холодильник размораживать. Смотрите. Вроде немного. Недавно размораживали. И опять надо. Вот такое вот масло. Тут 8 кусков получается в общей сложности. На неделю, на полторы, на две хватит. У нас время уже ночь. Я пришла с бани. Время 11 часов ночи. Приготовила плов. И суп ребятам на завтра будут кушать. Я сейчас перекушу и лягу спать, потому что мне утром рано вставать. Сейчас подожду, пока, естественно, немножко волосы подсохнут. Вот такие вот дела. Сегодня у нас воскресенье. Завтра понедельник. Вот такой вот у нас был мини-влог. Влог ни о чем, можно так сказать. Поэтому уж извините, некогда было снимать. Сегодня приезжали родственники в баню. Я, конечно, тихо говорю, но все спят уже. Поэтому вот так вот. Я сейчас поем и тоже буду спать. Подписывайтесь, ребята, на наш канал. Ставьте нам лайки. Будем рады любой дружбе. Поэтому оставайтесь с нами. Всем пока-пока.